Бастион Бастион, первая игра от американской компании Supergiant Games, в которой ребята собирались выпускать продукты, сделанные в старой доброй олдскул атмосфере, при этом не боясь экспериментировать и внедрять что-то новое. В принципе, эти слова и привлекли внимание общественности к их детищу. Жил-был паренек, имя которого неизвестно, так как повествование ведется со стороны очевидца этой истории, а сам он признается, что забыл узнать, как того зовут, поэтому и назвал его пареньком. Так вот, в детстве тот потерял отца, и чтобы прокормить себя и мать, вынужден был отправиться служить на стену, оборонять свое государство от всяких монстров. Через пять лет, когда контракт подошел к концу, он возвращается домой и узнает, что его мать также мертва, а деньги, что он посылал, куда-то делись. Делать нечего, герой снова идет служить, что в какой-то мере его и спасает. Ведь случается катастрофа, и весь мир рушится, причем в прямом смысле. Правда, это вроде бы ожидалось, поэтому народ еще заранее построил убежище, эдакий остров, который выдержал бы апокалипсис, и в случае чего все должны были на нем собраться. Но вот когда протагонист туда прибывает, то обнаруживает на нем лишь одного старика, архитектора этого убежища, да и сам островок не в лучшем состоянии, поэтому выжившие решают все поправить, отстроить бастион и найти тех, кто уцелел. Уже с самого старта становится понятно, что же такое не совсем стандартное внедрили в свое детище разработчики. Во-первых, сам парень молчалив, и о его похождениях, как уже упоминалось, рассказывают, причем не только ключевые моменты, но и когда мы падаем или выбираем другое оружие, чтобы выходило что-то вроде истории. Хотя это и не ново, в том же похождении Барда также фигурировал комментатор, и были еще несколько игр, но несомненно является плюсом. Во-вторых, наше путешествие будет проходить по летающим островам, которые будут состоять из всевозможных блоков, и эти блоки будут появляться прямо перед нами, отчего иногда не предугадаешь наш дальнейший путь. Но несмотря на возможность свалиться с обрыва, сама игра довольно динамичная и яркая, хотя имеет некий трагичный подтекст. Мир игры состоит из островов, по которым и будет путешествовать наш герой в поисках всяких улучшений для бастиона, о нем в своем разделе, и выживших. Сами острова коридорны, но имеют небольшие ответвления, а из-за конструкции поверхности часто обнаружить их можно только путем полного осмотра всех сторон. Ведь подойдя к обрыву, рядом может материализоваться еще несколько блоков, которые составят нам дорожку к небольшому тайнику с кусочками фрагментов, эквивалент денег, улучшателей для оружия, само оружие будет доставаться нам по сюжету, и предметами памяти, которые будут украшать наш островок. Конечно, все это богатство будет охранять сотни летающих, прыгающих или ползающих врагов. Причем к некоторым из них желателен, так сказать, свой подход. Нет и мелкую быструю ворону можно убить молотом, хотя лучше использовать что-то побыстрее. И собираясь в поход, мы должны заранее подобрать вооружение, чтобы сражаться с любым соперником. С собой мы сможем нести два оружия, предпочтительно ближнего и дальнего боя, и одну способность вроде вызова существа или ливня стрел. На использование данных сил тратятся специальные эликсиры, максимальный запас которых ограничен, но их также можно отыскать в путешествиях, как и бутылки с лекарствами, позволяющие в нужный момент пополнить здоровье. В конце пути нас могут поджидать боссы, к части из которых нужно применять какую-то тактику, но остальные просто здоровые бестии с кучей хп. В награду за главаря мы получим кучу денег и искомый нами артефакт. На любой из островов мы направляемся за чем-то или кем-то, и это приносим. Остальные вещи уже как повезет, в зависимости от нашей внимательности. Ну а после можно возвращаться домой. Отдельно стоит упомянуть острова испытания, где мы должны выполнить какие-то задания для получения наград. Это или быстро бежать по рушащемуся мосту, сбивая мишени, или закрываться щитом от врагов. Чем быстрее и лучше мы все сделаем, тем больше призов получим. Всего подарков три. На каждом из таких островов. Вот она основа всех основ. Наша база, где мы планируем дальнейшие операции, попутно улучшая и украшая ее. Весь апгрейд тут также можно поделить на два типа. Первое это здание, которое мы построим и улучшим просто следуя по сюжету, где в конце большинства миссий герой будет находить кристалл, за который мы впоследствии и сможем что-то сделать. Здание шесть видов. Арсенал позволит выбрать оружие перед миссией, в кузнице мы его улучшаем, в баре расставить выпивку, которая будет давать нам свои бонусы в походе. Причем чем выше наш левел, тем больше места доступно. Уровни тут зарабатываются стандартно. Бьем монстров и выполняем квесты. С левелом получаем плюс 2 единички к максимальной жизни и, как уже говорилось, заветный слот для бутылки. Четвертое строение магазин. Продать туда ничего нельзя, но можно приобрести заклинания, выпивку, материалы и самое главное, если где-то мы пропустим в тайнике вещь памяти, то она появится тут в продаже, мол, чтобы мы могли насладиться полной мощью бастиона. Пятая постройка предоставит достижения, выполнив которые в награду мы получим заветные фрагменты. И шестая постройка храм богов. Эти дают испытания, вроде все враги будут сильнее, но зато ты получишь плюс 5 к опыту и плюс 5 к деньгам. Второй вид строений – это строения за предметы, найденные в походе. Большинство из них имеет чисто декоративное свойство. Но некоторые могут открыть для нас арену воспоминаний, где герой, отражая волны врагов, сможет узнать какую-то историю про себя или спутников, хотя скорее сожителей, подзаработать деньжат и набить опыта. И на этом функции бастиона в принципе исчерпываются. Признаюсь, посмотрев оценки других рецензистов, я отжидал от игры большего, какой-то глубины в сюжете, или действительно сложных и одновременно веселых боев, или фишек, что до этого еще не было. Но в любом случае, игра действительно достойна, чтобы на нее взглянуть и пройти. В общем, дебютный проект молодой компании прошел на ура, в результате чего ребята замутили и вторую игру, но о ней в следующем видео. А на этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал.